Вам уже рассказали знаменитую историю про стихотворение? – Конечно, конечно. Уже трубят вовсю. – Ну, это уже стало какой-то доброй спартаковской традицией. Оленичев против Старкова, Дзюба против Эмиря, Титов с Калиниченко против Черчесова, Тича с Ещенко с Глушаковым против Карреры. – Ты знаешь, что это было, я тебе хочу сказать. Это не от большого ума. Я имею в виду наших футболистов. Ну, ты понимаешь, что не хватает интеллекта – это страшно. Людям все дано воспитано так – ну, что же делаешь? Я же не буду, ведь ты их воспитываешь. Потому что, если я, например, сказал бы тому же Глушакову, что тебе нужно – ты работаешь в хорошей команде, тренер делает свою работу, все остальное решают без себя. Ты выполняй свои функции. Все. Вместо этого подхватывает какую-то мудянку. Ну, правда, этот артист лженародный, откровенно говоря, куда он залез-то? – Ну, он как болельщик, почему он не имел права? А зачем он это делает? Он же, как многие говорят, болельщик со стажем и так далее. Я против этого. Да болей нормально. Не лезь ты в команду. Я же не лезу в свои творческие дела. Я не иду в театр и не говорю режиссеру, что ты его ставишь на главную роль. Он играть не умеет. Ему бомжа играет на помойке. Мы же молчим, а им все дозволено. Ему еще там есть Ефремову и им подобное. Я давно об этом говорил. Ребята, болейте так, как раньше болели великие актеры русские – Кторов, Ильинский, Смоктуновский, Рыбников, я им назову кучу фамилий, они ходили, болели, но никогда в жизни не оскорбляли ни тренера, ни игрока. Это зависит от ума, от интеллекта. Куда ты лезешь? Поэтому мне вот это непонятно, честно говоря. Я прав по-своему, и я буду доказывать в семье везде. Другое дело, эксперт, который был в этой шкуре, человек, который соприкасался с этим видом спорта, знает наизусть и обратную сторону медали. Он может и подсказать, он может и в грубой форме. Ему можно простить, потому что человек прошел этот путь. Понимаешь? Но я же не приду, я не знаю, раньше был актер Малого театра, я не знаю, где он сейчас играет, не приду в театр Малого театра и буду говорить, ну что это за актер? Вы что, его будете смотреть, ребята, довалите его отсюда, ведь билет еще покупаете. Поэтому все это на тоненького, откровенно говоря. Про Назарова, Влад, понятно. А мнение по Ященко и Глушакова у вас изменилось? Нет, у меня не изменилось, мне жалко этих ребят. Они вот этим своим высказыванием далеко зашли очень. Я еще с этого и начал, что первая заповедь футболиста – играть на поле. Язык свой убери. Мы же с этим знакомым, что в свой этаж вякнул Дзюба, это останется на всю его оставшуюся жизнь, оскорбил Эмири. Ему не дозволено. Ты понимаешь, что я делаю? Ты понимаешь, что я делаю? Каждый должен делать свою работу. Понимаешь? Каждый. Поэтому то, что случилось, я считаю, что это полнейшее безобразие. Это, конечно, сейчас нету там тренера по воспитательной части, это не армия, но в конце концов должно быть внутреннее твое, внутреннее у тебя должна быть культура. Ладно. Я сам неспроста. Вот я сегодня сказал, мне звонили, я сказал, что ну как это я подойду и оскорблю в таком виде или поддержу Симоняна. Человек вкладывает в меня тоже свою силу, здоровье, ум, то, что он умеет, и идет полная самодача. Ведь в команде это коллектив, выходит 11 человек, а не 30. Поэтому, конечно, много обиженных. Это вопросов нет, много обиженных. Поэтому, каждому свое, выигрывай конкуренцию, выигрывай и будешь играть в футбол, по-моему. Потому что ни один тренер не пойдет против своих принципов спортивных. Ему надо, чтобы команда выиграла, будет команда выигрывать, и тренер будет в порядке и так далее, и так далее. А то, что произошло сегодня, это еще одна пощечина по всему спартаковскому коллективу. Я читаю в интернете, что якобы их отцепили от поездки в Вену, они не едут играть с рапидом. Это ни в какие вороты не лезет. Понимаешь? И правильно кто-то сказал, хорошо, когда человек не понимает по-русски. Можно писать гадости в любом извращенном виде. Поэтому я бы Назару пожелал в дальнейшем думать, что говорить. А насчет футбола? Ну что здесь говорить? Когда в команде не лады, когда команда не набирает очков и играет бездарно, всплывают такие негативы. Плачевно, честно говоря. А как с Глушаковым и Ященко надо поступить на Ларбле? Никак. Никак. Пускай доказывают своей работой, докажут РРР, что они не хотели его оскорбить. Это их право, надо быть в команде и посмотреть, что происходит. Во всяком случае, здесь много зависит от того, как Караре доложили. Как Караре доложили, в каком тоне и как преподнесли. Здесь тоже много значений, понимаешь? Доброжелатели могут извратить все в другую сторону. Может быть, это было сказано, что они поддержали. Это все надо быть в команде. Ну, как поступить? Не выгонять же их из команды, хотя у нас в футболе все может быть. Сейчас они сядут в глубокие запасы. Ты понимаешь, под эту дуду уже стали злые языки, надо туда и Реброва, надо туда и Камбарова, и пошло-поехало. Это же ясно. Недоброжелателей хватает, дай бог им, конечно, здоровья и счастья в кавычках, но дело в том, что злые языки сейчас вылезут со всех углов. И начнут поливать, что в Спартаке не все в порядке, грязь. – А разве это не правда? – Это правда. – Путают не злые языки, ну какой злые языки, если так оно и есть? – Это правда. Конечно, правда. Поэтому мы с тобой на эту тему разговариваем. Но это дело, конечно, хотелось бы забыть и начинать им работать. Это работа, которую люди ждут, что Спартак, например, встанет на ноги и опять побежит. Хотя я мало верю, потому что, оказывается, фигура, которая ушла из Спартака, она, видно, цементировала эту всю оболочку. Я не иду промысленно. Тяжело будет команде встать на ноги. Они сейчас, мне так кажется, начнут в терроречке. – Немножечко не понимаю вашу позицию. Назаров, грубо говоря, прямым текстом сказал, что Каррера не наше счастье, хватит нам этого позора и с ним перспектив нет. Футболисты это одобрили, они это поддержали. Как этих футболистов можно оставить в основном составе? Они напрямую фактически выступили против Карреры. Я бы на месте тренера их больше не привлекал. Мне не нужны предатели в команде. – У меня есть свой ответ. Если бы в команде «Спартак» руководство клуба на более высокой и на низком уровне были заинтересованы в том, что команда играла, я бы собрал консилиум в медицине. То есть я бы привез в Тарасовку заслуженных ветеранов. Человек 10-12 ребят. И мы с ними поговорили бы. Может быть, есть переводчика, кто не понимает по-русски, и так далее. Это все делается на доброй, хорошей основе. Потому что со своей кухней не должно ничего выноситься. Я еще раз повторяю, я абсолютно с Назаровым не согласен. Абсолютно. Я ему в глаза скажу. Такие вещи нельзя делать. Понимаешь? Это раскольник. Вот как сейчас в церкви Украина раскалывает христианство, русскую церковь. Так делает и Назаров, как они говорят. Зачем это ему нужно было? Самое интересное, я читаю, что мне сегодня ночью приснилось, что на меня все набросятся. Значит, вот цель была поставленная, но я знаю другое. Я могу преподнести ему материал, где он хвалил захлеб Карреру, когда они стали чемпионами, что это наш тренер, это вообще зернышко золотое наше. Да мы его это… Он такой лицедей, что ли? Непонятно. Вот о чем я иду речь-то. Если ты придерживаешься своих позиций, ты держишь их до конца. Понимаешь? Они лезли туда-сюда, смотря по обстановке. Поэтому, если бы кто-нибудь другой написал стихотворение или прозу, то можно было бы еще поспорить. Здесь я не могу спорить, потому что на 100% Назаров не прав. Валерий Иванович, вы сейчас все перекатываете на Назарова. Я вот говорю про Ещенко и Глушакова. Которые в контексте этого просто поддержали фразы «Каррера не тренинг». Ещенко и Глушаков – это просто неумные люди. Я с которыми начал. Как их можно держать в команде притренера, которому они никак не доверяют? – Значит, надо гнать их в шею, пускай пишут заявление. Если ты до такой степени «Каррера» вам не нужен, напишите заявление – уходите. Но они не будут писать заявление. Потому что если они напишут заявление, им ни копейки не заплатят по контракту. Они ждут, когда их выгонят. Выгонят, и сполна миллион они свои получат. Есть дураков. Не надо. Я немножко понимаю. И в бухгалтерии, и в этих делах. Все ясно. Здесь надо приходить к общему знаменателю. И сказать – или вы, ребята, будете в футбол играть, или вы будете ерничать. И так далее, и так далее. Нельзя. Кто-то там поддержал, что-то поддержали. Да ничего подобного. Ничего подобного. Умные люди промолчали. Даже если они согласны. Знаешь, как бывает так? Молчание иногда бывает знаком согласия. А если они выступили и одобрили воззвание этого Назарова, то грошам цена. Значит, воспитали их не так. Значит, эти люди, может быть даже, может быть, такая мысль подкрасться. Может, они там расколы делают. Может, они раскольники. Все может быть. Я еще забыл про Камбарова тебе сказать. Значит, выходит в дело, образовывается какая-то группировка. Это вообще страшно. В команде не должно быть никаких группировок. Должно быть все на виду и все должно просматриваться. Я говорю, с точки зрения позитива, здесь должно быть общее собрание, чтобы они извинились перед Каррером. В какой форме, не нам с тобой решать. Но я думаю, должно так быть в коллективе. Если этого не произойдет, значит, там, на самом деле, творится непонятно что. Но ты понимаешь, что он делает? Начал, между прочим, не Назаров. Начал не Назаров. Я помню, он еще написал в ортопедов. А начал сам при себя и поставил себя в неловкое положение. Кто? Каррера. Я, кажется, тебе говорил. Он начал. Два-четыре назад он написал в послании. Он давал интервью. Если мне, он родом из Атланта, если мне позвонят из итальянского города Атланта и предложат пост главного тренера, я, конечно, уеду в Атланту. Это он начал, между прочим. Вот такие вот позывные он озвучил, а все остальное уже цепляют люди. Все читается. Сейчас везде все пишут в сетях. Поэтому вот это вот безобразие. Начал сам при себя. Как это так? Ты тренируешь Спартак, отдаешь все силы, и вдруг мне позвонят, я уеду. Валерий Леонидович, я тут с вами немножко не согласен. Ведь вы вот сами, ведь, наверное, когда играли в шинники, грубо говоря, вы болели за Спартак. Вот слушай, я могу болеть за кого угодно. Да, я болел я с детства за Спартак, но когда я выхожу работать за шинник, я полностью отдаюсь. Здесь все зависит еще от человека, от его психологии, от его восприятия. Как это так? Я играю в команде, получаю там зарплату. Ко мне здорово относятся город, болельщики. Да, я буду болеть за Спартак. А почему нет? Но в то же время я вышел, у меня есть пример. Валерий Леонидович. И вы бы, если вас позвал Спартак, вы бы по первому золу вернулись? Если бы меня Спартак позвал, конечно. Для корроры Атланта такая же родная команда. Это не преступление. Во-первых, он главный тренер. На нем все держится. Он отвечает за судьбу команды. Во-вторых, когда ты мне сейчас задал этот вопрос, про Спартак. Я, между прочим, забил мяч Спартаку на кубок. Я помню, вы плакали. Да, на Воронье. Это есть в летах, в архиве. Я плакал, стоял. Мне было очень обидно. Потому что мы знали, что мы кубок не выиграем. Но в тот год Спартак стал чемпионом. И слава богу. Но у меня любовь как осталась. Спартака здесь так и осталась. Но работа должна быть везде работа. Честная и ответственная работа. Иначе меня бы не поняли. Так же и есть. Ты же главный тренер. Не подавай вообще никаких намеков на то, что ты хочешь и что у тебя там впереди. Кто бы с тобой не подписывал контракт. Барселона, Реал, Манчестер и так далее. Ты в данный момент работаешь до тех пор в Спартаке, пока ты там. И не должно этого быть. Поэтому я и говорю, что в какой-то степени виноват еще и Карара. Сам. Вот и все. Публично он за все это время ничего плохого не сказал. Даже про Пилипчука, который там уходил. Очень красиво. Я хотел к этому перейти. Он не только не оскорбил. Он похворил Пилипчука. А здесь даже обнялся с ним после игры истериком. И так далее. Я хочу другое сказать. Это зависит от культуры человека. Ты понимаешь, что человек может внутри все гореть, перевернуть и так далее. Он в порыве может наговорить такой чуши. Держать себя в руках надо. А тем более футболистам. Ни в коем случае нельзя распоясаться. Дай человеку распоясаться и сядут на шею и поедут. И еще не остановишь. Еще раз повторяю. Я вообще услышанно заявляю. Наши футболисты не очень-то и воспитанные люди. Понимаешь, некому было воспитывать, когда у человека все есть. Деньги, пожалуйста, роскошь и все что угодно. Только играй в футбол и так далее. Поэтому, что ему там о чем-то думать. Когда некоторые футболисты заявляют, что не пофиг где играть. В Спартаке или в ЦСКА. Лишь бы деньги платили. Какая из него будет самодача? К этому мы и приходим. Когда Адриана спрашивают и берут за интервью, он заявил об шуму. Если мне предоставится возможность, я и в ЦСКА уйду, и в Зелита уйду, мне надо семью кормить. Вот тебе ответы на все. В итоге, скажите, с чем думаете все это закончится? Это закончится тем, что или эти ребята закончат вообще с футболом в Спартаке и должны будут уйти. Или умные люди там найдутся, все это приведут в правильное русло. Вот два. Другого пути нет. Посмотрим. Вообще, если бы подключили бы 3-4 грамотных ветеранов с хорошими именами, спартаковцы… Я думаю, это ничего бы не повлияло. Кому вы будете объяснять? Глушакова Ещенко или Карерия? Я бы хотел Глушакова узнать, с какой… Ведь просто так слова не выкидываются. Наша задаемая обида выскочила. Здесь был повод. Понимаешь, Влад? Этот повод Глушаков использовал в полной мере. Но чем это кончится, посмотрим. Хорошо бы все это замяли. В прошлые разы все это заканчивалось с увольнением тренера, как я с самого начала говорил. Ну, увольнение тренера произойдет. Потому что я считаю, что «Спартак» сейчас будет играть на понижение по турнирной лестнице. Потому что с такой игрой ловить нечего. И правильно я некоторых экспертов поддерживаю. Все шесть мячей, которые забил «Спартак», в принципе, забиты из стандарта. С играми ничего не забили. Мучаются. Бедный мяч пищит. Игры поставлены нету. В «Спартаке» происходит трансформация психологии. Знаешь, там должны быть умные люди. Должен быть дядька, который должен это движение остановить. Иначе мы потеряем команду и на долгие годы.